Здравствуйте. Мы продолжаем сегодня курс олимпиадной подготовки. Тема сегодняшней лекции это работа, энергия и законы сохранения. Итак, давайте введем понятие работы. Работа в простейшем случае постоянства силы определяется как А равно F на L. В данном случае предполагается, что сила и перемещение L направлены в одну и ту же сторону. Если сила не совпадает с направлением перемещения, то здесь нужно еще домножить на косинус угла между ними. То есть картинка будет такой. Перемещение у нас сюда, L. Здесь у нас сила, F. И здесь угол Альфа. Эта запись эквивалентна записи в виде скалярного произведения F скалярно умноженной на L. Такое определение работы годится в том случае, если сила не меняется. В том случае, если сила является переменной величиной по модулю или по направлению, определение работы требуется уточнить. Давайте введем элементарную работу, маленькую работу, бесконечно малую, на бесконечно малом участке пути. Это будет F скалярно умножить на DL. Вот в таком определении, DA равно F на DL, мы можем считать, что у нас сила на каждом очень маленьком участке DL является величиной постоянной. И такое определение будет прекрасно согласовано с той работой, которую мы только что ввели в самом начале. При этом полную работу можно будет найти путем суммирования всех таких произведений. А сумма на каждом из бесконечно малых участков DL это интеграл. Интеграл от F DL. Тот самый интеграл, о котором мы говорили на самом первом нашем занятии по олимпиадной подготовке. Давайте рассмотрим теперь, какие силы бывают. В принципе, все силы можно разделить на две категории. Одна категория это силы, у которых работа при перемещении из одной точки в другую зависит только от начальной и конечной точек. И не зависит от того, по какой траектории перемещалась из первой точки во вторую тело. Такие силы, в которых работа А равна только функции от первой точки и второй точки. Давайте запишу F от R1 и R2. Такие силы называются консервативными силами. Для таких сил можно сказать еще и другое эквивалентное определение. Если мы рассмотрим работу по перемещению из точки 1 в точку 2 и по перемещению из точки 2 в точку 1. При перемещении из точки 1 в точку 2 работа будет совпадать по модулю с перемещениями из точки 2 в точку 1. Но в то же самое время она будет противоположна по знаку, поскольку направление движения будет обратным. Поэтому работа по замкнутому контуру, а по замкнутому контуру, то есть 1, 2 и обратно 1, она будет равна А1, 2 минус А1, 2, плюс А2, 1, или же А1, 2 минус А1, 2, поскольку А2, 1 равно минус А1, 2 и равна нулю. Здесь мы воспользовались тем, что работа представляет собой интеграл. А интеграл это величина аддитивная, то есть работа суммарная, есть сумма работ. Ну и при перемене порядка, то есть при перемене направления интеграл меняет свой знак. То есть эквивалентным определением для консервативной силы является то, что работа по замкнутому контуру для консервативной силы равна нулю. К консервативным силам относится большинство рассматриваемых в механике сил. Это силы упругости, которые подчиняются, например, закону ГУКа, до тех пор, пока нет пластической деформации, сила будет консервативна, работа будет консервативна. Будет силы упругости консервативна. Это силы гравитации, это силы электростатические. То есть все это примеры консервативных сил. Неконсервативными силами являются, например, силы трения. Если мы рассмотрим работу у силы трения, если мы выходим из начального положения, силы трения всегда будет направлено, если у нас есть какое-то перемещение, то есть силы трения всегда будут направлены, если скорость у нас направлена сюда, то силы трения будут направлены противоположной скорости. Сила трения направлена противоположной скорости. Ну и двигаясь, скажем, в этой плоскости, обойдя круг, мы получим, что вот этот интеграл окажется не равным нулю. Он будет равен, ну просто интегралу от силы трения по длине. То есть по замкнутому контуру работа будет. 1, 1. Он будет равен просто интегралу от f, dl. Ну и еще можно учесть знак минус, потому что косинус угла альфа будет косинус π. Значит он будет равен минус единице. То есть будет минус f трения на dl. Здесь я уже не пишу скалярное произведение. Соответственно, такая работа будет не нулевой. Не нулевой. Ну и силы трения консервативны не являются. То, что мы двигаемся по замкнутому контуру в такой записи, имеет особое обозначение. Когда мы имеем контур, и он замкнут, это обозначается следующим образом. Работа равна а1, 1, равна интегралу по замкнутому контуру от f, dl. Давайте рассмотрим несколько примеров консервативных сил. Если у нас есть, например, сила тяжести в приближении постоянства сил. То есть сила тяжести вблизи поверхности земли, например. Для такой силы мы можем рассмотреть работу по перемещению, скажем, с некоторой высоты h1, на некоторую высоту h2. В промежуточном положении, в каком-то произвольном, сила тяжести у нас направлена вниз. Элементарное перемещение будет направлено вверх. Тогда элементарная работа будет равна интегралу от mg. Дальше мы должны взять маленькое перемещение по h, dh. Но поскольку mg противоположно направлено в dh, косинус альфа будет равен минус единице. Поставим здесь минус и умножим на dh. Ну, с таким интегралом мы уже встречались. Интеграл здесь берется от h1 до h2. Это интеграл постоянной величины. Площадь под графиком постоянной величины есть просто произведение этой величины на h. И получим минус mg на h2 минус h1. Значит, да, здесь, поскольку элементарная работа, мне нужно тоже поставить интеграл и написать, что это равно полной работе. Итак, а в данном случае можно представить как mg h1 минус mg h2. Давайте рассмотрим, например, силу гравитации. Гравитационную силу, но уже не в приближении постоянства, то есть вблизи поверхности Земли, а на достаточно большом удалении от Земли, например. То есть рассмотрим силу. f гравитационная равно g большое, m большое, m маленькое, делить на r в квадрате. Но вновь. Если мы рассмотрим Землю, например, или просто массивную планету какую-то, m, массивное тело, и второе массивное тело, m маленькое. Введем координату r. Радиус вектор будет направлен вот таким вот образом. От центра первого тела к центру второго. Рассмотрим перемещение dr. Тогда работа будет равна интегралу от дельта а, равна интегралу от g, m, m делить на r в квадрате. Дальше у нас перемещение dr. Но сила направлена гравитационная против оси r. Значит, опять косинус альфа будет со знаком минус. Здесь нужно поставить минус. И написать dr. Данный интеграл, если человек проходил теорию интегрирования, достаточно легко берется. Это r в минус второй степени. Соответственно, интеграл будет равен... Константу можно вынести же, m большое, m маленькое. И интеграл будет равен 1 на r. Знак минус скомпенсировался вот этим вот интегрированием. Потому что интеграл dr делить на r, это минус 1 на r, и минус ушел. Предел интегрирования здесь r1, r2. Ставим предел интегрирования от r1 до r2. И получим g, m большое, m маленькое. Здесь будет единица на... Единица на r2 минус единица на r1. Минус единица на r1. Опять мы получили разность. То есть работа оказалась записана в виде разности. Разность в данном случае какая? Разность в данном случае будет удобно записать так, что эта работа равна g, m большое, m маленькое. Я поставлю знак минус спереди делить на r1 минус g, m большое, m маленькое делить на r2. Вот таким вот образом. Можем рассмотреть еще консервативную силу, но в качестве консервативной силы рассмотрим. Да, давайте проверим полученный результат. Для того, чтобы его проверить, в принципе, то, что мы сейчас проделали, то, что мы получили, оно удобно и осмысленно, и естественно воспринимается тем, кто уже освоил технику интегрирования. То есть кто уже понимает, как берутся вот такие вот интегралы. Но мы можем доказать это соотношение, двигаясь в обратную сторону, без использования интегралов. Давайте это проделаем. Давайте это проделаем. Покажем, что работа имеет вот такой вот вид. Для того, чтобы это выполнить, рассмотрим связь между работой и силой. Силу мы можем найти, исходя из вот этого выражения. Давайте даже будем использовать сейчас не векторное выражение, а скалярное. Сила будет равна дельта А, элементарная работа, делить на ДЛ. Ну и, поскольку здесь еще сидит косинус альфа, напишем на косинус альфа. Давайте применим вот этот вот переход к силе гравитации. То есть проверим выражение для работы, которое мы вот здесь вот получили. Косинус угла альфа у нас равен минус единице, поскольку сила противоположна перемещению. И тогда для гравитационной силы эта сила равна Ну, мы возьмем сейчас работу, здесь у нас записано в виде разности, в виде разности. Давайте используем так. нам нужно найти приращение от F гравитационной, должно быть равно, мы хотим это проверить, от G M большое, M маленькое, делить на R. И в качестве ДЛ у нас выступает приращение этой величины может быть найдено следующим образом. Коэффициент G M большое, M маленькое вынесем за скобку. В скобке у нас будет единица на R плюс поскольку нам нужно найти приращение, мы возьмем R плюс DR. Вычтем из него единица на R это приращение в эту дефонию. Разделим это все на DR. Приведем к общему знаменателю. Получим G M приводя к общему знаменателю, в знаменателе мы получим R плюс DR умножить на R и еще на DR. В числителе у нас будет R минус минус R и еще минус DR. DR. R взаимно уничтожаются. DR это очень маленькое приращение, поэтому здесь можно записать просто R квадрат и DR здесь сократится. Отсюда получим, что F гравитационная равно минус DR сократим. DR сократим. G M большое M маленькое делить на R в квадрате. Ну, минус, который здесь записан, он связан с косинусом. Я, когда выписывал вот эту формулу, не записал знак минус, знак минус должен быть, должен был быть вот на этом шаге даже, наверное, он учитывает просто то, что у нас сила противоположна R. Ну, или же можно написать вот в таком виде с физическим смыслом этого минуса, что сила направлена противоположна радиус. То есть, вот, как видите, вот это выражение и вот это выражение элементарно согласуются, и мы таким образом в обратную сторону, двигаясь как бы от вот этой формулы, двигаясь обратно, доказали, что сила гравитации имеет вот такой вид. То есть, формула для гравитации согласована с формулой для работы. Как видите, опять работу можно представить в виде разности двух величин. Вот этой и вот этой. Вот, в принципе, можно доказать в общем утверждении, общее утверждение, что если сила является консервативной, то работу можно представить в виде разности двух величий. То есть, для консервативных сил А может быть найдена как разность между какой-то функцией, назовем Е-потенциальная 1 минус Е-потенциальная 2 или же работа равна минус изменения Е-потенциальная Е-потенциальная это потенциальная энергия. Таким образом мы ввели понятие потенциальной энергии. Введение потенциальной энергии, разность которых дает работу, может быть выполнено с точностью до некоторой постоянной величины. если мы добавим постоянную величину к Е-потенциальной 1 и добавим к Е-потенциальной 2 то здесь будет плюс С и здесь будет минус С то есть А равно Е-П1 плюс константа минус Е-П2 плюс константа константы взаимно уничтожатся и получится Е-П1 минус Е-П2 то есть таким образом определенная потенциальная энергия является определенной источностью до постоянной величины. Ну вот в частности в частности из наших рассмотрений из наших рассмотрений следует что для силы МЖ МЖ гравитационная потенциальная энергия Е-потенциальная равно МЖ H то есть может быть определено как МЖ Х плюс какая-то константа С для силы гравитации F равно G M большое маленькое на R в квадрате потенциальную энергию можно определить как Ж, М большое, М маленькое, делить на R в первой степени. И опять плюс константа С. Выбор константы. Да, здесь еще знак минус, конечно. Выбор константы. Определяется чисто удобствами решения конкретной задачи. Если мы хотим записать, скажем, и сделать так, чтобы у нас в области, где отсутствуют силы, например, потенциальная энергия была бы равна нулю, то для силы гравитации можно ввести, где отсутствует силы, там, где R стремится к бесконечности. Если добавить какое-то условие вида при R стремящемся к бесконечности, Е потенциальная, равно нулю, то тогда наша константа однозначно определится, и С будет равно нулю. В случае потенциальной энергии в виде МЖ, для силы МЖ, можно считать, что С1, скажем, соответствует уровню наименьшей потенциальной энергии в данной задаче. Ну, например, уровня пола. Если вы хотите исследовать потенциальную энергию в пространстве помещения, тогда все величины будут давать вам высоту над уровнем пола. Но опять же подчеркну, что здесь выбор константы произволен. И вполне можно выбрать константу таким образом, чтобы потенциальная энергия была бы равна нулю, например, на поверхности тела. Или же в какой-то точке, которая вам удобна, от которой вы собираетесь отсчитывать. Давайте теперь рассмотрим потенциальную энергию для силы упругости, подчиняющейся закону Гук. Если мы возьмем силу упругости, она равна минус К. Я возьму одномерное движение, напишу, что сила упругости равна минус КХ. Достаточно простой случай. Тогда работа А равна... Ну, опять нарисуем пружинку, шарик, например, какой-то. Мы оттягиваем пружинку. У нас появилось изменение ДХ. А сила направлена в противоположную сторону, F упругости. Вновь минус здесь означает, что сила упругости в противоположной перемещении. Вновь косинус Альфа равен минус Единице. И работа равна интегралу от минус КХ ДХ. Интеграл берется от Х1 до Х2. Опять, такой интеграл мы уже с вами встречали, например, когда выводили формулы для пути при равноускоренном движении. Только там скорость зависела от времени, была пропорционально времени. Соответственно, такой интеграл будет площадью под графиком Х. Это площадь такой трапеции. И его можно найти, я даже не буду повторять этот вывод, это площадь такой трапеции. Она будет равна минус К на Х квадрат пополам на промежутке от Х1 до Х2. Или же К на Х1 квадрат пополам минус К на Х2 квадрат пополам. Опять же, естественно, ввести потенциальную энергию. Е потенциальная, потенциальная, равная КХ квадрат пополам и плюс константа. Если положить, что потенциальная энергия равна нулю при Х равном нулю, то есть в отсутствии действия сила, то тогда эта константа будет равна нулю. Добавим это все сюда. Для силы упругости. Эп к упругости равна минус К на Х. Е потенциальная равно КХ квадрат на 2 плюс константа. Причем, если мы полагаем, что при x равном нулю, e потенциальное равно нулю, то тогда c3 равно нулю. Опять же, в данном случае это просто наш выбор для удобства решения конкретной задачи. В данном случае мы рассмотрели три выражения для потенциальной мерки. Если у нас есть сила электростатическая, электростатику рассматриваем, то она будет полностью аналогична силе гравитации. В случае электростатического взаимодействия f равно kQ1Q2 делить на r в квадрате. Но будет некоторое отличие. Если два заряда положительные, оба заряда положительные, ну или по крайней мере одноименные, то эта сила направлена не против перемещения, не против радиуса, а по радиусу. То есть, если у нас есть два заряда, и они взаимодействуют, здесь Q1, здесь Q2, то электростатическая сила направлена по линии соединяющей заряды по направлению r. И вот сюда же направлена сила. Поэтому выражение будет точно так же, как и здесь, но есть разница. Появился другой знак. Е потенциальная равно kQ1Q2 делить на r в квадрате и опять же плюс константа. Опять же плюс константа. Теперь давайте обобщим вот все это дело. В случае, если у нас сила консервативная, то работа равна минус изменение потенциальной энергии. Вот выражение для работы консервативных сил. Если сила у нас неконсервативна, то работа будет просто равна а неконсервативных. Мы назовем, будем обозначать ее а со звездочкой. Она будет равна интегралу от f dL. И мы никак ее не будем расписывать. Просто будем оставить в таком виде. Теперь давайте рассмотрим, что будет, если у нас тело движется. Запишем второй закон Ньютона. Запишем второй закон Ньютона. f Ну, в общем виде второй закон Ньютона можно написать как f равно dpp dt. В случае, если m есть величина постоянная, то f равно массе на ускорение. Подставим такое выражение в работу. Работа равна интегралу от dp o dt dL. dL p dt представляет собой скорость, и мы получим интеграл от v dp. В зависимости от того, как будет выражаться импульс, в зависимости от того, как у вас ведет себя масса в зависимости от скорости или скорость в зависимости от массы, вы будете получать различные выражения для работы. Ну, например, для того, чтобы перевести все, чтобы перевести все к одной формуле в виде импульса, можно представить это как интеграл от mv делить на m dp. Чтобы взять такой интеграл, нужно знать зависимость массы от импульса. Ну, в разных случаях эта зависимость разная. Если это движение ракеты, например, или же движение частицы со скоростью близкой к скорости света, зависимость массы от импульса будет различна. И вот этот интеграл нужно брать применительно к конкретному случаю рассмотрения системы. Рассмотрим теперь случай, когда масса постоянна. Если масса постоянна, то вот такой интеграл даст нам интеграл от p на m dp. Извиниться на m можно вынести для постоянной массы. Будет интеграл от p dp. Но опять мы получаем интеграл виды x dx. Ну и это равно 1 на m, в данном случае p квадрат на 2. Я здесь уже пишу без векторов, потому что квадрат вектора совпадает с квадратом его модуль. И отсюда, да, еще нужно поставить пределы от p1 до p2. Поэтому здесь будет предел от p1 до p2. И мы получим p2 квадрат на 2m минус p1 квадрат на 2m. То есть работу можно представить в виде разности таких величин, выраженных через импульс. Если же мы возьмем формулу f равна массе на ускорение, то работа... Это та же самая формула, она будет совпадать вот с этой, поскольку масса постоянна. Давайте проверим. А равно интеграл от массы на ускорение dL. Ускорение можно представить как dV по dT, массу, поскольку оно постоянное, можно вынести. m, интеграл от dV по dT, dL, dL по dT, это скорость, будет m, интеграл от v, dV, dV. И мы получим, что здесь у нас будет m, v квадрат пополам. И нужно написать промежуток. Здесь l меняется от первого до второго положения. Здесь уже скорость меняется от первого до второго значения. Значит, здесь будет интеграл от v1 до v2. Здесь тоже от v1 до v2. И мы получим mv2 квадрат пополам минус mv1 квадрат пополам. Как видите, опять работу можно представить в виде разности двух значений. Причем такая работа выражается через величину, которая зависит от скорости. mv2 квадрат пополам, или же p квадрат на 2m. И то, и то зависит от скорости. Ну или же в более общем случае интеграл от p делить на m dp. Тоже функция от скорости. Давайте сравним вот эту функцию. В первом случае у нас работа выражалась через координаты, через положение тела. И определялась однозначным положением тела. Когда у нас было рассмотрение сил, и мы вводили консервативные силы. Здесь работа зависит от скорости. Естественно, ввести понятие энергии, но уже зависящей от скорости. Такая энергия называется кинетическая энергия. Итак, введем работу. Работа равна... Здесь, заметьте, от второго вычитается первое. Поэтому напишем E кинетическое 1 минус E кинетическое 2. Или же, наоборот, E кинетическое 2 минус E кинетическое 1. Или же Δ E кинетическое. Мы получили, что работа равна изменению кинетической энергии. Работа равна изменению кинетической энергии. Опять же, введенная таким образом кинетическая энергия определена с точностью до константы. Но есть одно но. Здесь естественно определить эту константу, ввести ее таким образом, чтобы в отсутствии движения, то есть при скорости равной кинетической энергии, кинетическая энергия была бы равна нулю. То есть так определяют кинетическую мерку. Поэтому в случае постоянства массы кинетической энергии можно написать как mv в квадрате пополам, без всяких констант. Или же p квадрат на 2m. Давайте это и запишем. Так в квадрат на 2. Ну и теперь окончательно мы можем... Да, это все справедливо при m в константе. Теперь окончательно мы можем собрать все формулы, которые здесь выписаны, воедино. С одной стороны работа равна работе консервативных сил плюс работа неконсервативных сил равна минус изменение потенциальной энергии плюс работа неконсервативных сил. мы ее обозначили асозвездочкой. С другой стороны, эта же самая работа равна изменению кинетической энергии. С другой стороны, а равно дельта е кинетической. Сопоставляем эти две формулы и получим, что дельта е кинетическая можно равно дельта е потенциальная со знаком минус плюс работа созвездочкой неконсервативных сил. изменение кинетической энергии плюс потенциальной переносим в левую сторону равно работе асозвездочкой, то есть работе неконсервативных сил. А вот это вот кинетическое плюс потенциальное может быть названо как амеханическое. То есть работа полной энергии механической системы. Энергия механической системы. Здесь в этом выражении представляет интерес учесть еще один вид энергии. Вообще говоря, энергия может быть связана с движением тела как единого целого, но энергия может быть связана и с движением частей тела друг относительно друга. Когда части тела двигаются друг относительно друга, в каком случае это возникает? Если, например, у нас тело состоит из каких-то частиц, и эти частицы хаотично двигаются, такое движение называется тепловым движением. То есть происходит хаотично-тепловое движение. При этом в кинетической энергии такого хаотично-теплового движения тоже содержится... То есть работа может переходить и в такую вот кинетическую энергию хаотичного движения частиц внутри тела. Такую энергию принято называть внутренней энергией. Назовем ее буквой У. Это кинетическая энергия движения частиц. Ее можно добавить сюда, и тогда изменение. Кинетическая энергия плюс Е потенциальный. И еще плюс У должно обменяться работе неконсервативных сил. То, что здесь вот сейчас записано, представляет собой запись закона сохранения энергии. Закон сохранения энергии в физике носит фактически фундаментальный характер. Когда начинают исследовать какой-то объект, будто вновь открытую элементарную частицу или вновь открытый процесс, первое, что проверяют, это закон сохранения энергии. И если он вдруг не выполняется, то начинают искать причину, что мы не учли в этом законе, куда могла бы быть потрачена энергия. То есть сейчас в современной физике основное предположение о том, что закон сохранения энергии выполнен всегда и всюду. Правда, физики-теоретики, которые пытаются докопаться до самых глубин, они пытаются иногда понять, а вообще всегда ли выполнен этот закон. и иногда строят теории, которые основаны на каких-то других принципах. Но в большинстве своем эти теории пока дают предсказания, не соответствующие экспериментам. То есть пока аккуратной теории, в которой бы закон сохранения энергии не выполнялся, не существует. И, собственно, практически во всех экспериментах, которые мы проделали в настоящее время на нашей Земле, выполнен вот этот закон сохранения энергии. Теперь давайте рассмотрим, какие еще законы сохранения имеют место. Продолжение следует...